Всем доброго времени суток, место Вангарда, и мы продолжаем играть в истории Арии в этой серии. Постараемся посмотреть хотя бы две плохие концовки. Ну, если они будут достаточно короткими, может быть, кунься из двух более положительных зацепим. В любом случае, пока я просто хочу узнать, что же за этой розовой дверью, какие секреты она скрывает. Смело входим, невзирая на предупреждение всяких левинов. Хм, это моя комната? Ясно, он не очень хотел, чтобы мы возвращались домой. Почему моя комната в этом месте? Это центр для библиотеки, она очень практичная, и отсюда можешь попасть. Ведь в этой комнате можешь попасть в любое место, но это только копия, это настоящая комната в твоём мире. Очень жаль, шахматы моя любимая игра. Ах, в детстве я тоже помню, любил шахматы, да и сейчас люблю, но играю в них, конечно, ужасно. Я не умею думать несколько ходов вперёд. К тому же нужно изучать много теорий, чтобы играть достойно, ну или хотя бы быстро. Так, мои любимые книги, они не влезают на книжную полку, поэтому я сложил их на пол. Да, конечно, мне кажется, только нижний шкаф уже добраться будет очень нелегко. По крайней мере, нам в мире RPG Maker это точно недоступно. Очень милый кроличек, вот, видимо, прототип всех тех кроликов, которые мы встретили в этой прекрасной библиотеке. Что это? Фотография? О, нет, я не понимаю. Это невозможно, я этого не помню. Моя голова, она так сильно болит. Ваши ставки, что на фотографии, наверное, там вместе Ария со всеми остальными персонажами или что-то такое. Ты в порядке? Подожди, я поищу помощи, тебе не обязательно этого делать. Я в порядке. Мы пощали фото. Позволь мне отвести тебя к выходу. Эй, это моя комната, мне тут неплохо. По крайней мере, должно быть. Надеюсь, ты скоро почувствуешь себя лучше. В чем был смысл, я этого не особо понял. Загадочное фото, к сожалению, мы не можем на него посмотреть. Что ты здесь делаешь? Левин, ты открывал дверь? Я сказал тебе не открывать ее. Отвечай мне, ты открывал дверь? От этого выбора тоже зависит, собственно говоря, на какую, так сказать, ветку мы выйдем. Ну, если ответить, что мы не открывали дверь истинной концовки, нам не получить. И ставим ее на сладкое. Зато вот, ложь в данном случае позволит нам получить аж три концовки четырех оставшихся. Ты не открывал ее? Хорошо. Лагать, конечно, плохо. Неужели книжки, которыми мы читали, нас этому не научили? Возьми это, я нашел ключ от этой двери. От той двери. Я хочу вернуть назад нож. Кстати говоря, зачем нам вообще был нужный его нож? Я не уверен. Кстати говоря, ты чувствуешь себя лучше? Я в порядке. Рад это слышать. Ну, то есть, сюжет-то понятно, почему он дал нам нож, но... Никакого применения, на самом деле, мы ему не нашли. Меня вот что-то несколько раздражает, что это сохранение. Прямо перед выбором открыть дверь или не открыть дверь, или хотя бы между... Выбором сейчас вот солгать Левину или не солгать. Потому что... Ну, это, конечно, мелочь, но всякий каждый раз пересматривать разговор Левина с Далей несколько утомляет. А мне придется это еще раз, получается, сделать ради истинной концовки. Я ничего не вижу в этой комнате. Ария? Ария, ты здесь? Так, возбудит ли тут что-то новое, или пока сегодня так же? Ну, это вроде ничего не отличается. Думаю, если будет что-то новое, тогда я покажу вам, но пока уходим на паузу. На самом деле, как оказалось, уже в этой сцене есть отличие, поэтому я ее перезапустил. Что сейчас здесь происходит? Я не уверена. Думаю, они не хотят быть моими друзьями, верно? Не беспокойся, я собираюсь помочь тебе. Слишком высоко. Мне придется пройти здесь. Конечно, я не могу стоять здесь, ничего не делать. Прекрати это. Тебе не нужно пересекать этот мост. Брось мне свой нож. А вот и нож, собственно, пригодился. Что ты говоришь? Я знаю, что ты видишь все высоты. Я позабочусь об этом. Это слишком опасно. Пожалуйста, Левин. Я доверил тебе, когда ты спас меня от той куклы. Теперь я хочу, чтобы ты доверился мне. Я могу это сделать. Ты хотел, чтобы я доложила твой нож? На случай, если что-то случится, верно? Ну, тогда он нужен мне сейчас. Хорошо, держи. Снова нож Левина в наших руках. Отсажьте меня в покое, я не останусь здесь. Срежь прошедши единого самого конца. Если возможно, я хотел бы решить это мирно. Но если вы не уберете меня с дороги, я без сомнения использую это. Куклы несколько напряглись. А? Они ушли. Ария, ты ранена? Я в порядке. Вот это развитие персонажа, конечно. Спасибо, что должен мне нож. Я рада, что не пришлось его использовать. Ты удивил меня. Я не ожидал, что сможешь делать что-то подобное. Ты казалась как будто совсем другим человеком. Я тоже удивлена. Я на самом деле не понимаю, что случилось. Может, ты вдохновил меня быть храбрее? Понятно. Возможно, эта фотография простимулировала какие-то участки нашего мозга. Так. Ну, тут всё по-прежнему. Происходят страшные вещи относительно. Кролики возникают из ниоткуда. В ДНР я уже, так сказать, поражённый читатель этой библиотеки, уже привык. Так, тут крыса. Тут ничего нового. Тут может сохраниться. Так, ничего нового не произошло. Давайте, наверное, посмотрим вариант, где мы неправильно ответим на его вопрос. И, кстати, я с удивлением обнаружил, что на самом деле я на два из трёх вопросов в прошлой серии дал правильный ответ. Ладно. В этом вопрос надо ответить, что мне нравится в библиотеке. Давайте скажем, что нам нравится эта библиотека больше. Но, я полагаю, я не могу сравнивать мою библиотеку с другой, чьи книги могут говорить. Ну что ж, думаю, приучаясь к концу. Не сдавайся, дорогая. Подожди, нужно поговорить с тобой. Ещё успеем. Второй вопрос про правила. Мы предположим нарушать. Вот, как не ожидал, что-то что-то вот тебе. Думаю, выход неподалёку. Наш мир ждёт нас. Мы оказались ими маленькой мятежницей. Ну и заодно скажем, что и концовку бы мы тоже поменяли. Я, конечно, много сглупил. Надо было, на первый вопрос ответить правильно, на третий его доставить. А перед третьим сохраниться. И да, это неправильно. То есть, что-то может загрузиться меньше перепроходить. Но ладно. Как видите, в своё время мне совсем не жаль. Мне приятное дело снова, мисс. Помните меня? Я Роману Джоли, а то мы встретились в начале вашей путешествия. Я тороплюсь. Создайте мост и пропустите меня сейчас же. А, мисс Ария, выходит, что вы изменились в нашей первой встрече. Я устал услышать это имя. Но скоро я смогу прекратить притворяться. Хм. А книги-то почему так не взлюбили? Выходит, мы и не Ария никакая. Что вы имеете в виду? Я признаю, что сначала я не знал, что происходит. Я думал, я была Арией. Но некоторое время назад я осознал, что я на самом деле. Эти люди пытались удорачить меня. Но в итоге я так-то обманула их. Они все ещё думают, что я Ария. Почему вы не сказали им, чтобы поняли правду? Для меня была бы опасна, если бы они узнали, что я дефективна. Но они ещё не заметили. Так легко притворяться, что я их дорогой друг Ария. Мне раз нужно улыбаться, как дури. Смотрите, я невидная девочка, которая любит книги. Понятно. Это печально. Все их усилия были зря. Я прошу вас только не причинять им вреда. Они очень хорошие люди. Я обещаю, не сделайте с ними ничего плохого. А кто мы? Слово дефективный, конечно, звучит. Не знаю, как он. Какой-нибудь клон, может быть. Или, я не знаю, киборг, злодей. Но, надеюсь, не убийцы людей. Книги не хотят с нами разговаривать. Неужели наша любовь к книгам была тогда неискренна? Я не хочу в это верить. Никто не хочет. Ни одной книги, ни одной книги не находится добрых слов для нас. То хоть каких-нибудь слов. Блин, для полного погружения было, чтобы книги после нас обрушались или кричали от боли. Вот тогда бы действительно мы бы полностью создали образ дефективного клона киборга-злодея. Да, все четыре определения сразу. Такова правда. Нельзя в это поверить. Теперь я понимаю. Так неужели я всё это время и был главным антагонистом, так сказать? На самом деле, вряд ли. Ария, мы ждали тебя. Что? Ария. Я думала, ты исчезла. Ты бесполезна меня. Я не исчезла. Меня телепортирули в эту комнату. Наконец мы все четыре воссоединились. Теперь мы можем вернуться в наш собственный мир. Нам просто нужно открыть эту дверь. Подождите. Что-то случилось? Что это у тебя в кармане? Ты говоришь об этом? Это просто перо. Ничего важного. Но мы-то знаем, что перо-то не простое. Просто перо? Не лги мне. Ария тоже уже всё поняла. Это перо? Именно то, чего я хочу. О чём ты говоришь? Что ты делаешь? Отдай мне это перо. Прости, но я не думаю, что будет что-то назад. Ария? Ария? Кто это? Что? Вы думали, я не осознаю? Это не просто какое-то перо. Оно имеет сил создавать и стирать всё, что написано своей помощью. Этот мир был создан розчерком этого пера. Но это не всё. Я тоже был создан этим пером. Ты создал меня. Я настоящая. Я просто выдуманный персонаж. Слушайте, какая-то очень знакомая музыка. Нет, это неправда. Пожалуйста, верни его назад. Не смей использовать его. Не могу этого сделать. Если я верну это назад тебе, ты просто отрёшь меня. Я бы не сделал ничего подобного. Ты пытаешься снова солгать мне? Нет, знаешь, не настоящее. На все еще хочу жить. Но чтобы сделать это, мне придётся стереть тебя. Что ты имеешь в виду? Я не настоящая. Чтобы я умерла, мне придётся быть стёртой из-за этого пирата. Вы единственные, кто знает правду обо мне. Поэтому вам нужно исчезнуть. Это печально, что настоящих людей нельзя стирать. Это было бы гораздо легче и менее болезненно для вас. Я протагонист этой истории. Но гораздо веселее быть антагонистом. Что происходит? Я провалился. Ария. Ария, не переживайте. Вы очень скоро с ней воссоединитесь. Подожди. Не трогай Далию Левина. Всё это моя вина. Я приму ответственность. Это не так. Прости, но твоя история заканчивается здесь. Блин, так мы реальный киборг-злодей. Я аж просто пошутил. Интересно, как это у нас так ловко получилось? Возможно, мы просто вписали эти петли в реальность. Но как мы продели шеи наших друзей? Ну, видимо, не друзей в них. Ну, в принципе, да. Кто-то предполагал, что Ария-персонаж, видимо, так и вышла. Но, может быть, всё не так однозначно. Мы ведь знаем, на самом деле, исходя из другой концовки, что они бы ничего Арии не сделали. То есть, они продолжили мирно сосуществовать. Быть друзьями. Какое прекрасное зрелище. Эта фотография стала меня зазнать правду. Но, думаю, она мне больше не нужна. Блин, порвало её. Мы до сих пор не узнали, что на ней. Тебе... Хм... Какая, может, фотография? Тебе нравится писать трагедии, верно? Не беспокойся, я только что написала одну для тебя. Этот мир просто книга. И я буду её автором. Эх, а такая была милая девочка. Ну, зато мы теперь обрели уважение от кроликов, я так понимаю. Пленарик и ожидали интересный костюм. Настоящая королева кроличьего царства. Время, в которое я жила, наконец прибыло. В мгновение, когда я перестану быть марионеткой этих людей. Мы переносили эгоизм людей долгое время. С нас достаточно. Вы знаете, каково это, когда кто-то другой пишет твою жизнь? Очевидно, вы не знаете. Вот почему я собираюсь заменить этот мир. Почему он обращается прямо ко мне? Пожалуйста, почините назад четвёртую стену. Если обойдётся без финального скримера. Я напишу... Мир лучше для всех выдуманных персонажей. Мир, в котором мы все становимся свободными. С этого момента правила этого мира будут меняться благодаря этому перу. Развержились этих роликов. Некоторые так радостно улыбаются. Некоторые вот в шоке за происходящего не менее, чем я. Знаете что? Я больше всего подхожу для того, чтобы использовать это перо. Этот тупой человек по имени Клайд не имел достаточной силы, чтобы использовать его. И вот почему я стала дефективной. Но этого не случится со мной. Если я захочу, я могу переписать себя, чтобы получить безграничную силу. Я могу быть, чем я хочу. Это преимущество быть я выдуманным персонажем. У меня нет ограничений людей. Клайда было наивное желание спасти жизнь человека по имени Ария. Но в итоге он позволил своему собственному созданию уничтожить мир, который он любит так сильно. Мне не стоило пока его убивать. Я бы хотела посмотреть на его реакцию, на последствия его действий. Но я не могла ничего поделать. Я правда хотела убить этого писателя по имени Левин. Я просто не могла сопротивляться убийству других двух. Я не ныжу всех писателей. Они все иносятся наше страдание. Чтобы создать идеальный мир, для нас должно уничтожить всех писателей. О, гад дэмит. Неужели все пользователи фигбука тоже умрут? Блин, у меня что-то здесь про... Ммм, да, можно сказать, что он существует благодаря им. Но какой смысл жить так? Многие из нас были созданы только чтобы страдать. Потому что тебе ровно больше не нужны писатели. Но видите, эту милую группу за моей спиной. Я создаваю их всех. Но они только неплохо получились. Какие-то немножко однопрасные. Им не хватает, скажем, своего собственного характера. Я только создала душу. Они свободны решать, как они хотят прожить свою жизнь и разрабатывать свой собственный характер. Ну ладно, понятно, они еще в зачаточном состоянии. Думаете, я злодейка? Да, с вашей точки зрения, наверное, так и есть. Но с нашей точки зрения злодеи, это каждый из вас. С моей точки зрения джедай, это злодей. Я сказал, что не ниже писателей. Но я, честно, ненавижу всех людей. Все они вносят свой вклад в наши страдания. Я говорю, я тебе тоже. Тебе нравится смотреть, как мы страдаем, не так ли? Ты, наверное, человек, которого я ненавижу больше всего. Да, да, именно себя. Мой дорогой зритель. Тебе было весело контролировать себя на протяжении всей этой истории. Я находил это отвратительным. Конечно же, ты хорошо проводил время, смотря как я умираю больше, чем один раз. Блин, да на самом деле не очень. Перепроходить-то тоже мне приходилось. Ты продолжай идти, потому что я хотел узнать правду этой истории. Потому что для тебя мы всего лишь развлечение. Ты не думаешь, что это, правда, грустно? Мы существуем только, чтобы развлекать людей вроде тебя. Но теперь это изменится. Если раз спросить тебя кое-что, то думаешь, что все люди виноваты? Я бы все равно ответил да, даже сегодня был выбор. Думаешь, Левинка дали ей кладь заслуживали умереть? Блин, какой из этих да будет самым твердым, например, шестое? Ты госящик, который наслаждается наблюдением за тем, как мы страдаем? Да, само собой. Серд, ты знаешь, каково это? Не иметь возможность убирать. Да не то, чтобы у меня до этого был большой выбор. Даша, ты хотел сказать что-то еще? Ты не можешь этого сделать. Я буду контролировать решение всех людей. Люди станут нашим развлечением. Ни один человек больше не напишет наше будущее снова. Я создам идеальный мир для выдуманных персонажей. Наша сладчайшая мечта станет вашим худшим кошмаром. У вас нет права жаловаться, потому что это все, что вы делали с нами все это время. Это мир, теперь моя книга и все любимые персонажи. Плохая концовка. А, что это? Плохая концовка? Я не согласен с этим названием. Я думаю, это лучшая концовка для этой истории. Я уже решил, что не позволю ни годному человеку определять мою жизнь даже настоящему создателю этой истории. Я немедленно сотру это. Посмотрим. Какой имя мне дать ей? Это такая чудесная концовка. Концовка, где люди проигрывают, мы убеждаем. Даже протагонист этой истории не смогла получить лучшей концовки, чем эта. Эта концовка может иметь только такое название. Идеальная концовка. Все, все, выпустите меня отсюда. Страшно. Я еще очень боялся, что в конце чего-нибудь скример будет, чтобы припечатать окончательно. Меня жалко от человека, но нет. Так, ну, в принципе, мы со второй пытки вышли на идеальную концовку. Думаю, как бы и не стоит пытаться что-то сделать. Блин, конечно, было бы весело, если бы после этого, как бы, игра навсегда становилась испорченной, как в Undertale, если пройти на геноцид. Но, к счастью, с нами такого не произойдет. Интересно, цельные концовки тоже будут в таком негативном ключе? Ну, вроде как, на этой ветке есть хорошая концовка, если отвечать правильно на вопросы библиотекаря. Ну что же, вернулись много назад во времени. Левин ее все так же солгал. Зато ответил все так, как библиотекарь хотел, видимо, услышать. Я, на самом деле, не совсем понимаю, почему эти ответы так сильно что-то влияют. Возможно, мы таким образом настраиваем, так сказать, образ смешления Арии под конец. Точнее, не Арии. Мне приятно, что вы увидите вас, мисс, и помните меня, и Ромео Джолиэта. Я никогда не забуду книгу вроде себя. Так, ну, по крайней мере, у нас сейчас не злая Ария. По крайней мере, скорее нейтрально добрая. И в последний раз книги хотят нам помочь. Пока, вроде, никаких отличий не заметно. Я надеюсь, это не потому, что я случайно загрузил не то сохранение. Но фотографии у нас в кармане. Или где мы их носим. Ну да, есть они вот на платье карманы. Довольно много этим карманам пришлось повидать вещей за сегодняшний день. Тут можно сохраниться. Кстати, по-моему, этого раньше нельзя же было тут сделать. Или я уже совсем сошел с ума, потому что, по-моему, все-таки нельзя. Так, и снова наши так называемые друзья обсуждают некую правду, которую мы узнаем, возможно, только в истинной концовке. По крайней мере, верится, что Ария не начнет сейчас проявлять агрессивных действий. Ария, мы ждали тебя. Что? Ария, я думала, что ты исчезла. Так, ну тут то же самое, это мы уже читали пару раз. Так, нам просто нужно открыть эту дверь, говорит уважаемый библиотекарь. Подожди. Что-то случилось? Клайд, пожалуйста, расскажи мне правду. Правду? О чем ты говоришь? Так, погодите, мы раньше вообще знали, что его зовут Клайд? Тут уж не такое чувство, будто я впервые слышу ты имя, или я уже все забыл. Прости, Левин, я солгала тебе. Я открыла розовую дверь, и я нашла это фото. Нет. Оу. Слушай, мне тут все... Одногодочки. А в реальной жизни такое чувствуют, будто все старше Арии. Это фото было снято 6 лет назад, в день, когда мы четверо стали друзьями. И не понимаю, как не могло быть что-то настолько важное, но теперь я помню это все. Когда я брать в библиотеку впервые, я встретил юного писателя, и мы стали друзьями. Мы всегда были вместе. Име этого писателя было Левин. Позже мы встретили рассказчица, чей характер менялся каждый день, но узнала, но она научилась тому, что ей не нужно притворяться кем-то еще, чтобы заводить друзей. Ее зовут Далия. И, наконец, мы встретили Клайда, сына библиотекаря. Это был мальчик, который ненавидел книги, но он узнал, что они чудесны, что они были чудами и смог стать новым библиотекарем. Эта фотография дал мне возможность вспомнить множество вещей. Я помню, как мы сосмеялись вместе, как мы играли вместе, как мы читали вместе. И я также помню... Я помню свою собственную смерть. Неприятное воспоминание должно быть. Нет. О чем ты говоришь? Это не может быть правдой. Ты должна быть застала. Давайте вернемся в наш собственный мир. Это достаточно. Я не хочу, чтобы продолжали скрывать правду от меня. Клайд, я не должен продолжать скрывать это. Я согласен с Далией. Если ты не расскажешь правду, тогда я расскажу. Клайд. Ты знаешь, что это? Моя семья прятала это перо поколениями, мешая ему попасть в нити руки. Оно было скрыто в тайной комнате библиотеки за книжной полки. Библиотекарь берет на себя роль защищать его. Это перо имело силу создавать и стирать то, что было написано с его помощью, и потому оно было спрятано. Но даже так, я решил нарушить несколько правил. Я использовал это перо, чтобы вписать тебя назад в существование. Назад существование? Что ты имеешь в виду? Как ты знаешь, что умерла месяц назад. Сердца на всех были разбиты, и мы не могли поверить, что это случилось. Я попытался вернуть тебя назад с помощью этого пера, но это не сработало. Оно имеет силу только создавать и стирать. Оно не может воскресить настоящего человека. В это время Левин начал писать книгу. Он едва спал и ел. Он стал одержим. И в результате он слишком перенапряг свою руку и поранил её, и поэтому он носит этот бинт. Далее начали беспокоиться о нём. Но нужно было узнать, о чём он писал. Это была книга о тебе и твоих приключениях в библиотеке. Но это... Да, этот мир основан на книге, которую написал Левин. И я превратил его в реальность, используя это перо. Поэтому я... Плюс... Поэтому я... Создал трёх тебя в этом фальшовом мире и дал тебе новые вспоминания, чтобы завышать такую правду. Левин, оригинальный автор, смог вспомнить всё. А, может быть, у вас троих в смысле? Или тут всё-таки существует ещё два моих клона. И так же далее. Моей целью было увидеть, сможешь ли ты вести себя как настоящая ария, чтобы ты смогла заменить её. Чтобы мы четверо смогли вернуться в наш мир. Полагаю, мой план был тупым. Прости. Я был таким эгоистичным. Мне жаль. Клайд. Так вот, что случилось. Теперь я понимаю. Я ясно помню моменты моей смерти, но я не могла понять, почему я всё ещё была жива. Я думала, что это был просто кошмар. Что ты помнишь из того дня? Я помню, как я правился в лес рядом с библиотекой, чтобы нарвать цветов на твой день рождения. Когда я одел венок, я услышал шум. И затем, последнее, что я увидела, было стрелой. Твои родители сказали нам, что ты не рос домой той ночи. Поэтому мы разделились и отправились искать тебя. Я был тем, кто нашёл тебя в лесу. Ты лежала на земле с венком в своей руке. И стрелой породившись в твоё сердце. Всё, как я и вообразила. Воображала. Почему это случилось? Разве этот лес не должен был быть безопасным? Это незаконно охотиться там. Моя семья также заботится о защите леса. Но в тот день там был охотник, незаконно охотившийся на животных. Одна из его стрел достигла тебя. Полиция выдалась найти преступника, но охотник сбежал. Мы не знаем, кто это сделал. Это означает, я умерла из-за другого человека? Да. Это так раздраж... Этот человек украл моё будущее. И даже не имел храбрости признать это. Было ещё так много вещей, которые я хотела сделать. Из-за этого человека я... Это так несправедливо. Ария, я хочу продолжить жить. Я не хочу пока оставлять вас, ребята. Ты можешь это сделать. Я делал всё возможное, чтобы ты смогла продолжить жить. Я изменил воспоминания всех. Никто не вспомнит этот день. Спасибо тебе, но это невозможно. Я не Ария. Ты Ария. Ты такая же, как она. Настоящая Ария в её могиле. Эта жизнь принадлежала ей. Я не человек. Я не настоящая, прямо как всё остальное в этой библиотеке. Для нас ты настоящая. Какое мне значение, что ты не человек? Ты наш только в любом случае. Друг? Я ваш друг? Конечно, это так. Что? О чём ты думаешь? Я хочу остаться рядом с вами, но я не хочу заменять Арию. Если это правда, что не против того, что я не человек, я бы хотела продолжить жить. Ария, что ты имеешь в виду? Я думаю, что должен продолжать назвать её Арией. Левин, я же ты понимаешь, что я имею в виду. Ты думаешь, моя идея эгоистична? Даже если бы это было так, это не так уж плохо. Кто сказал, что ты не можешь никогда быть эгоистичной? Это уже отлидела тебя отличной от Арии. Это именно то, чего ты хочешь? Левин, ты не против объяснить нам, о чём ты говоришь? Я хочу продолжить жить, но я не хочу быть Арией. Я хочу быть... Ну... С... Собственной личностью. Я хочу жить как нормальный человек, но я не хочу быть заменой для Арии. Я хочу жить обычной моей собственной жизнью. Даже если ты говоришь, что это все еще идентично Арии, это не совсем правда. Но не идёт себя в точке, как Ария. Я заметил довольно немало различий. Каких различий? Она солгала мне. Ты сказал мне, что не открыла дверь, но это было ложью. Настоящая Ария никогда бы не солгала о чём-то подобном. Когда она делала что-то неправильное, она признавала это. А значит ли это, что если я признаю, что я открыл эту дверь, то в итоге я смогу в так называемом true ending стать настоящей копией Арии? Но, честно говоря, это не звучит как довольно позитивный вариант. Честно говоря, этот вариант, где фейк Ария станет своей собственной персоной, звучит как-то более привлекательно, на мой взгляд. Но, возможно, я ошибаюсь. Ещё посмотрим. Теперь, когда ты упомянул это, это правда. К тому же, ты помнишь, когда эта кукла напала, хотела напасть на нас? И сказала тебе сбежать, и ты сделала это. Ария бы в любом случае осталась со мной, чтобы не ослаблять ни одного в этой ситуации. И это бы не закончилось хорошо. Ты доверилась мне. Но что просто у меня осознает, что это отличалось, это когда ты решила использовать мой нож. На мгновение ты казалась иным человеком. Ты более упрямая, но также менее наивная, чем настоящая Ария. Это... Ну, такие тонкие черты твоего истинного характера, скрытые под характером Арии. Но они существуют, это означает, что ты можешь быть иной. Правда? Зачем мне лгать о чем-то подобном? Подожди секунду, Левин. Я задал несколько вопросов, чтобы подтвердить, подтвердить, что она действительно та же самая Ария. Я даже сказал далее, рассказать мне все, что она делала. И ты правда думаешь, несколько вопросов расскажет тебе, какой человек на самом деле? Я только борялся с ней рядом все это время. И я глупо подтвердил, что она... Не та... Не такая же в точности, как Ария. Я пытался убить ее несколько раз, чтобы все это могло закончиться, потому что я знал, что она нереальна. Но в итоге я не смог этого сделать, потому что я хотел, чтобы она продолжала жить. Она не Ария. Ты не смог бы убить ее, но не можешь умереть обычным способом. Чтобы она умерла, она даже выстерта этим пером. На самом деле, я тот, кто убил Арию. Клайд, мы уже сказали тебе, но что рад, что ты не должен чувствовать вину из-за ее смерти. Это не было твоей виной, никто не мог этого предсказать. Но Ария отправилась лес в том, что я упомянул, что мне нравятся эти цветы. Она хотела, чтобы они были подарком на мой день рождения. Блин, Ария хотела дарить источный венок, и он уже выглядит очень так похоже на взрослого Базилия. Так может, все-таки на самом деле... Это мультивселенная? Может, на самом деле все игры, созданные в RPG-мейкере, в подобном, так скажем, жанре, находятся в мультивселенной. Да. Это даже покруче, чем Marvel Cinematic Universe. Если бы я ничего не сказал, Ария была бы себе чужела, и ничего из этого бы сейчас не происходило. Вот почему я хочу исправить мою ошибку. Здесь нечего исправлять все то, что было не твоя вина. Прекрати винить тебя. Клайд, я понимаю, что ты чувствуешь. Я знаю, что ты хочешь, чтобы я заменила Арию. Но это не то, чего я хочу. Это не то, что я на самом деле. Если ты не примешь мое решение, я пойму. Но тогда... Я попрошу тебя стереть меня. Стереть тебя? Я не могу сделать чьи-то подобного. Тогда ты позволишь мне жить не за меня, Арию. Ты принимаешь мое решение. Я... А, так мы можем... Финальное решение, с каким мы принимаем за Клайд? Это, конечно, интересно. Ну что же, давайте не примем ее решение. Не знаю, это... Какой-то суперзлой вариант, честно говоря. Ну, в принципе, можно бы я еще так решил, но мне как-то с трудом представляется, почему любой игрок, ну, кроме меня, кто пытается показать все концовки от, скажем так, от худших к лучшей, выбрал бы это по своей воле. Ты не принимаешь? Что ты говоришь? Клайд, почему? Почему? Мне жаль. Я сделал это все для Арии. Для настоящей Арии. Нет, нет, дело до того, если хочешь продолжить жить, как кто-то еще. Но Ария тоже должна жить. Это была моя целью все это время. Если ты не Ария, тогда все, что я сделал, было бесполезно. Она не хочет быть заменой для Арии. Ты не можешь ставить ее быть кем-то, кем она не хочет быть? Ясно. Если то, чего она хочет, я приму это. Она может делать все, что она захочет с ее жизнью. Но... Я не сдамся. Ария должна жить. Она не может пока умереть. Это что-то, что я отказываюсь принимать. Поэтому я должен продолжать пытаться. Я не думаю, способом для Арии вернуться назад к жизни. Думаю, этого достаточно. Ты попыталась, но это не сработало. Мы понимаем, что ты чувствуешь. Принять ее в смерть тяжело. Но нам нужно преодолеть это. Иначе раз продолжишь причинять всей боль. У меня есть силы изменить ее судьбу. У меня есть это перо. Я продолжу сражаться за нее. И что ты планируешь сделать? Ты собираешь продолжить создать копии Арии? А то не имеет значения, сколько раз ты попробуешь это. Копия никогда не будет настоящей Арии. Кто сказал, что я собираюсь взять еще одну копию? А мне другой план. Приготовленный на случай, если это не сработает. Другой план? Что ты собираешься сделать? Я воскрешу настоящую Арию. Это единственный способ. Блин, молодой некромант просто ворвался в трет с двух ног. Он сказал, что перо не может воскрести настоящего человека. Да, это правда. Я уже пытался, ничего не произошло. Тогда это невозможно вернуть ее назад. Есть другой способ сделать это. Я достиг вывода, что я не могу изменить настоящее. Я не могу создать еще одну Арию. Но если я не могу изменить настоящее... Тогда я изменю прошлое. Прошлое? О чем ты говоришь? Я использую перо, чтобы переписать день смерти Арии. Если я изменю прошлое, настоящее изменится автоматически. Что? Если я смогу избежать ее смерти в прошлом, настоящая Ария будет живая в настоящем. Разве это не потрясающая идея? Это ужасная идея. Это слишком опасно. Клайд, менить прошлое это нехорошая идея. Это возможно, что ты сможешь избежать смерти Арии. Но может случиться что-то еще хуже. Хуже смерти Арии? Нет ничего хуже, чем это. Почему не хотите спасти ее? Я не понимаю. Мы друзья. Потому что мы верим, что принятие смерти и двинуться дальше с нашими жизнями это наилучший вариант. Клайд, послушай меня. Почему твоя семья прячет перо? Потому что это было бы опасно, если бы оно попало не в те руки. Ты будешь использовать его когда угодно, когда ты захочешь изменить что-то, что тебе не нравится? В итоге ты станешь одним из этих эгоистичных людей, которые хотят использовать его для собственной выгоды. Я уже потерял, правда, важного друга. Я не хочу потерять тебя тоже. Пожалуйста, не используй больше перо. Далее. Пожалуйста, Клайд, не меняй прошлое. Мне жаль. Мне так жаль, но я не могу. Мне нужно это сделать. Клайд, прекрати это. Не делай этого. Я не могу двигаться. Я тоже. Клайд, дай нам двигаться. Пожалуйста, Клайд. Не думаю, это к лучшему для всех. Я надеюсь, вы сможете простить меня. Я перепишу этот день. Я смогу избежать смерти Арии. Нет, прекрати это. Если сделаешь это, эта Ария тоже исчезнет. Клайд, пожалуйста, нет. Клайд. Я очень понимаю, как можно переписать день, если... То есть, на настоящей людей перо не работает, а на настоящей жизнь работает? Что произошло? Это моя комната. Я вернусь в настоящий мир. У нее тоже есть кролики. Интересно, конечно. Это означает, что мне удалось изменить настоящее. Ария. Мне нужно увидеть Арию. Я должен поторопиться. Она должна быть там. Ну, это самая девочка. Зрительная. Интересно, кто она? О, Клайд, доброе утро. Ты лучше себя чувствуешь. Твой отец сказал, что ты болен, и поэтому он занимался библиотекой сегодня. Я рад, что ты в порядке. Ария. Ты жива? Я так рад. Снимаешь образин, сколько я счастлив. О, Клайд, ты уверен, что ты в порядке? Можете остаться в постели еще, но ненадолго. Да, я в порядке. Мне просто был кошмар. Далее собираемся навесить Левина. Хочешь пойти с нами? Наверное, в этой реальности умер Левин. Навесить Левина? Да. Я пойду с вами. Пойдем. Ну, возможно, сиротоку вариант лучше. Может, Левин не был для Клайда таким важным другом? Что это значит? Я всегда пытаюсь пройти сюда с улыбкой на лице, но когда я предобираюсь сюда, я не могу не плакать. Все хорошо, Ария. Плачь, сколько тебе нужно. Но я хочу, чтобы Левин видел мою улыбку, а не мои слезы. Я уверен, ценю твои усилия. Почему, Левин? Почему это случилось? Это было моей виной. Левин отправился в лес вместо меня, то, что я была больна. Я тогда должна быть мертва. Ария, не говори чего-то такого. Это не то, что должно происходить. Месяц уже прошло. Но я стичненько поверю, что Левин нет с нами. Это так жестоко. Я так по нему скачаю. Левин. Нет. Это не то, чего я хотел. Левин. Это несправедливо. Не позволь этому случиться. Левин. Что ты говоришь? Месяц уже довосил ошибку, переписывая прошлое. Но Тарас, не допущу никаких ошибок. Я перепишу этот день снова. Но я полагаю, теперь он войдет в вечный цикл переписываний, но... Каждый раз ему не будет это удаваться. Я снова в моей комнате. Тарас, не возможно, чтобы я допустил какие-то ошибки. Я убедился, что написал все верно. Не возможно, чтобы кто-нибудь умер в тот день. Можешь поторопиться в библиотеку. Я не знаю, библиотека сама сгорела. Так, ну теперь нет Далее. Вот они. Только говорите, что Аля умерла. Левин, ты в порядке? Я в порядке, а ты только должен быть больным. Ты чувствуешь себя лучше? Я рад, что сейчас все прошло хорошо. Подождите. Где Далее? А нельзя там переписать, например, что охотник случайно споткнулся о корягу, упал с ума шеей и умер. Тогда точно все выжжут. Далее. Она, наверное, в раю. Я не знаю. Я не должен был смеяться, но я почему-то стал немножко комичен с этих вариантов, где кто-то до умер. Мы могли найти ее позже. Я хочу купить ей букет цветов. Хорошая идея. Нет. Пожалуйста, нет. Далее. Нет. Не ты. Нет. 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 Лучше бы он переписал тот день, когда он сказал, что хочет, что ему нравятся эти цветы. Тогда бы никто не вошел в этот треклятый лес. Далее. Мне жаль. Мне так жаль. Ты была права. Это не было хорошей идеей. Пиро срочняв всем боль. Теперь я понимаю. Я понимаю, почему это не работает. У пиро нет силы скрестить кого-то. Для того, чтобы сделать прошлое, которое написало реальностью, Пиро забирает жизнь кого-то еще, взамен возвращения Арии. Пиро забирает любого, которого я ценю так же сильно, как Арию. Не важно, сколько красит от сердца Пиро, а кто такого люблю умирает. Это правда, что я ничего не могу сделать. Я... Я просто хотел... Я просто хотел, чтобы мы все были снова счастливы. Но не имеет значения, что я делаю. Это не работает. Далее. Что мне делать? Теперь я должна решить, кто умрет. Это невозможно. Я не говорю, что это подобное. Все они важны для меня. Вот решение. Оно очень простое. Да, наверное, убить себя. Почему я не выдал этого раньше? Я должен выделять с самого начала. Если для того, чтобы воскресить Арии, мне нужно пожертвовать с кем-то, кто важен для меня, это очевидно, кого я выберу. Мы не сможем все быть вместе, но вы все сможете длиться вперед и быть счастливы. Это мое последнее решение. Для того, чтобы все жили, я... Я... Я напишу свою собственную смерть. И цикл на этом закончится. Блин, ну не знаю, так-то неплохо, на самом деле, концовка. Она очень трагичная. Мне такое нравится. Ну, не то, что нравится, но... Как бы заутронуло на меня. Плохая концовка 2. Жаль, что нет никого, что пересадить, что это идеальная концовка. Хотя, возможно, в каком-то смысле для Клайды в умышленном состоянии так и есть. Ой, Клайда, прошу прощения. Первая концовка, на самом деле, не показалась много странненькой, то есть... Не знаю. Потому что, если бы на протяжении игры больше показывалось, там, страгл, персонажей, из-за того, что они выдуманы и кто-то определяет их судьбу, то она выглядела бы что-либо более уместной, логичной. А так, скорее, просто первая концовка с взбунтовавшимся киборгом-злодеем была больше шок-контент ради шок-контента, но все было, в принципе, довольно увлекательно. Но эта концовка мне вот очень понравилась. Это вообще, по-моему, так отличная плохая концовка, если можно так выразиться. Хотя все равно мне как-то мне все-таки трудно представить, чтобы кто-то все-таки решил выбрать именно этот вариант при слепом прохождении. Не знаю. Как-то это уж слишком жестоко и нездорово. Но концовка мне понравилась. Думаю, мы хорошую концовку на этой же развилке оставим на потом. Но, в принципе, я так понимаю, что она будет, не знаю, просто счастливой, почему-то мне кажется. Не знаю, конечно, нам, наверное, раскроют больше судьбу фейк-арии, как она там строилась в мире. Не удивлюсь, если каким-то образом окажется, что виск на концовке эта фейк-ария сможет все-таки ничем не отличаться от настоящей арии. Но, не знаю, мне кажется, будет не такой уж позитивный конец, если это будет так. Ну, в общем, как-то так. И мы, кстати, по сути узнали, да, всю правду, всю историю. Смерть арии, мне показалась какой-то немножко рандомной, не в плане самого сюжетного, всего этого сюжетного твиста, скажем так, но просто смерть. Ну, какой-то охотник вышел, выстрелил, и лария умерла. Возможно, перепуталась с какой-нибудь косули. Стало немного странно, это может быть, если бы, ну, может, не были какие-то моменты, возможно, если бы, например, тема стрел бы часто присутствовала. Хотя, кстати, в секции с хорами были стрелы, которые вылетали из ниоткуда и стреляли по нам, но не знали. Можно было бы как-то больше, так сказать, смерть арии за форшеда, ведь больше каких-то намеков на нее вставить, но все же не исключаю, что они были, я их просто упустил, потому что я тогда не знал, что это будет важно. Вот про стрелы все-таки вспомнил. Как-то так, пишите комментарии, надеюсь, вам серия понравилась. В следующей серии добьем оставшиеся две концовки, на этом прохождение арии, естественно, закончится. С вами был Вангард, и до новых встреч, друзья. До новых встреч в следующих видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok